Новая точка притяжения на карте областной столицы. Это центральный рынок города Владимира. Там продолжаются работы в рамках проекта перезагрузки рынка. Просторные павильоны, удобные прилавки, стилизованные вывески – все сделано для комфорта владимирцев. Но перспектива еще масштабнее. В будущем центральный рынок должен стать местом притяжения и для туристов за счет уникальных гастрономических предложений от местных производителей в том числе. Об этом сегодня рассказал Илья Букалов, заместитель главы администрации города Владимира. Илья Николаевич стал одним из ключевых участников собрания членов Союза городов Золотого кольца. С ними он поделился новой инициативой о включении рынка в общую систему туризма популярного маршрута. Для этого уже сделано немало. Решением главы принят комплекс мер для того, чтобы центральный рынок приобрел новый облик, над чем сейчас и работает и глава, и руководитель этого учреждения. Модернизируется инфраструктура как прилегающая, так и внутри здания. Проведена очень объемная работа. Ну и, соответственно, ну даже небольшую статистику проводя, уже в мае текущего года около 200 арендаторов было на рынке и он очень востребован. Место для встречи членов Союза городов было выбрано не случайно. Владимирский гостиничный ресторанный комплекс стал одним из лучших в конкурсе «Отличное место» на Золотом кольце. Его в том числе проводит Союз по развитию и взаимодействию городов популярного турмаршрута. Безусловно, маршрут нужно все время обновлять, нужно слушать туристов, что они хотят и, конечно же, вот этот консорциум городов, который позволит этот маршрут сделать более интересным, более привлекательным, более удобным, а позволяет нам в живом режиме, в живом диалоге, в формате встречи обсудить текущие вопросы, которые касаются всех. Наша главная задача выполняется, то есть мы все же увеличиваем количество посетителей городов Золотого кольца значительнее, чем в целом по стране. И это правильно, и так и должно быть. Поэтому сегодня вот как раз приехали в город Владимир, чтобы еще раз посмотреть, все же вот с учетом такого большого роста количества туристов, как удается решать эту проблему, какие на сегодняшний день запросы дополнительные появились. Результат каждой такой встречи Союза – резолюция. Предложения запишут и помогут воплотить в жизнь. А самые перспективные инициативы всегда становятся основой для новых идей в городах Золотого кольца. Сегодняшнюю рабочую встречу Союза продолжила экскурсионная программа и посещение музеев областного центра. Наталья Забнина, Владислав Панин, Телеканал. Вариант.